здравствуйте с вами программа гипотеза я лилия илькова сегодня мы продолжим разговор о миграционном кризисе в европе и о тех процессах которые с ним связаны естественно если мы говорим о миграционном кризисе особенно его влияние на европу о тех процессах которые сейчас просто захлестывают европу и о росте ультраправых партии их популярности мы не можем обойти стороной такого важного игрока вот в этом процессе как турция поэтому у нас сегодня в гостях доцент кафедры международных отношений института международных отношений истории востоковедения казанского федерального университета была от гумарбаевич ахмед каримов здравствуйте спасибо добрый день здравствуйте плату гумарбаевич первый вопрос я хотела вообще уточнить вот насколько долго вы занимаетесь турции почему у вас возник интерес вообще к этой стране турция занимаюсь со студенческих лет я проживал в турции несколько лет впоследствии работал теперь в своей профессиональной деятельности занимаюсь вопросами этнической политики взаимоотношения религии и государства в странах ближнего востока и в отдельности конечно турции хорошо очень интересно вот смотрите когда мы говорим про турцию мы не можем не вспомнить такой процесс как обещанное со стороны европейского союза вступление турции в евросоюз она была анонсирована очень давно уже не один десяток лет идет и вот буквально этом покажу такой сборник который выпущен как раз европейским союзом офисом публикации еще в 2006 году который в том числе указывает один из как бы ну из развенчиваемых мифов о расширении европейского союза о том что турция все-таки она пройдет свой путь и она вступит европейский союз с тех пор у нас прошло вот уже 11 лет и о вступлении действительном вступлении турции в евросоюз речи не идет самой турции как к этому относится вот если вы там бывали же в последнее время насколько это ожидаемо или это уже превратилось просто в какой-то ну такой что как константа когда-то было обещано никто к этому серьезно не относится ну знаете это сложный вопрос и ответ на него будет неоднозначным потому что многое зависит не только от того что происходит в турции многое зависит от того что происходит с европой и что она из себя будет представлять в будущем безусловно отношение к евросоюзу в турции изменилась за последние годы и то состояние в котором мы сейчас находимся она не сравнимо с тем которые мы наблюдали 15 лет назад если в этой перспективе пытаться провести параллель между турцией и другими видами режим в другими странами то мы видим определенные изменения в переходе от османской империи к турецкой республике османская империя была страной где жили османы и турки были одними из представителей которые проформировали османскую общность когда мы говорим о турции то есть высказывание которые турки глубоко ценят на мутлу туркам дьяна и определение того что есть турок вызывает неоднозначную реакцию то есть интерпретируется по-разному в зависимости от того кого мы называем турками это турки которые проживают это все люди которые проживают на территории турции это чурки которые проживают на территории турции анатолии либо это тюрки которые проживают на всем земном шаре включая балканы центральную азию как тюркский мир как тюркский мир и спор по поводу того что есть турок и что из себя сегодня представляет турции как раз вот вписывается в этот спор о том что есть турция это моноэтническая мульти этнические или все-таки не этническая сторона где турками себя называют все другие этнические меньшинства носящий паспорт турецкой республики а вы какой концепции склоняетесь и это зависит от того какая но я почему уточняю вот есть такие сейчас но в течение последних каких-то лет ведутся разговоры что турция вот она шла по пути демократического развития секулярного все-таки будучи светским обществом а там с приходом эрдогана стали усиливаться все таки такие более как сказать сильнее стали религиозные настроения турция стала склоняться в сторону вот не светского скорее развития а все таки ближе вот к очень такому религиозному устойчивому развитию и насколько это так или не так во первых вот как специалист по турции то есть плюс к этому возвращаясь к европейскому контексту мы вот снова если рассматриваем случай с германией то но помните это работа тела сарацин который как раз о турецких общинах германии написал свою книгу германия сам ликвидируется речь шла о том что как правило германию приезжают турки как раз вот немножко скажем у кого ниже образование это люди из сельского из сельской местности то есть немножко другим культурным бэкграундом поэтому те турки которые остаются но в частности там в стамбуле например да высоко образованные очень светские идеи которые приезжают и не оседают как бы туда удачи не сказать те которые остаются жить германия это немножко другие они более традиционалисты вот в этом смысле насколько вы с этим согласны или нет я бы не брался анализировать профиль диаспоры но я смог я попытаюсь прокомментировать ваш первый вопрос о светскости это о том и то о том как турция изменилась последние годы мы хорошо знаем реформы которые проводил а то тюрк и последующие правители та модель которая описывает именно кемалистской прошлой турции она сегодня в литературе обозначается как модель жесткой жесткой светскости то есть давайте я раскрою вам то есть когда мы говорим о взаимоотношениях религии государства мы опять делим существующие режима на несколько категорий есть страны религиозные где на вершине находится именно духовенство религиозная догматика это то как организована общественная жизнь есть государство с определенной религии которая находится на другом уровне то есть об обладает другим статусом нежели другие религии это то как мы говорим о религии в англии например есть английская церковь верно есть государства которые ведут антирелигиозную пропаганду и являются антирелигиозными их пример это то ну например можем говорить о кндр можем говорить может быть о каких-то периодах советской истории когда может быть официально было официальные диалоги проповедуют все-таки от и да да согласно то есть у она была представлена как светская но велась антирелигиозная пропаганда есть нельзя говорить светскость подразумевает обособленность религии не вмешивание религии в государственные дела и государства религиозные разделение между религией и государством этого нельзя сказать оба про определенные периоды советского прошлого есть светские режимы эти режимы составляют большинство но ими они между собой делятся как минимум на две группы те которые ведут а те которые позволяют религии присутствовать в общественном пространстве и позволяет это одинаково для всех религий присутствовать в общественном пространстве это и те режимы которые не позволяют присутствовать религии в общественном пространстве но позволяет ее существованию как духовного феномена как примеры двух контрастных светских режимов скажем этом опять-таки возьмем францию из европейского контекста и соединенные штаты обе стороны представляют себя как светские режимы есть определенное разделение между духовным религиозным и светским но ношение религиозной атрибутики в публичном пространстве во франции определенного момента было недопустимым и чего нельзя сказать о соединенных штатах то есть в религиозная атрибутика в общественном пространстве она ничем не ограничивается чего нельзя сказать о таких странах как допустим франции такой же была и турция когда не допускались не допускалось ношение главных уборов по религиозных религиозных атрибутик таких как платков и женщин в какой период в период примерно период буквально до как раз вступление в силу реформ партии справедливости и развития в начале двух тысячных годов до этого нельзя было занимать официальный пост либо даже не официальный просто работать допустим учителем в школе если вы носите платок говоря о женщинах то есть было такое разделение между публичным пространством и вашим значит вашей личной жизнью а вот где-то в горной местности тоже в это время женщин не носил когда ну то есть определение того что есть публичный пространство я не говорю то что да улица является публичным пространством вам не могут запретить носить платок в именно в обществе но я говорю именно о занимании каких-то определенных официальных я поняла сельская учительница в горной местности нет 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 этого это было недопустимо я не знаю может быть были делались какие-то исключения но вы как представитель светского учреждения не могли этого себе позволить то есть это как раз то что описывает жесткую модель стекуляризма жесткая светскость на реформы 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 партии справедливости развития позволили именно как раз либерализовали эту сферу и религиозная атрибутика стала допустимой в общественном пространстве именно вот о тех а был сильный общественный запрос именно на использование религиозной атрибутики инициатива которую вынесла на публичное обсуждение партии справедливости развития получила широкую поддержку населения на тот момент то есть это может быть и был тем моментом который обеспечил им в какой-то степени и приход власти в последующую консолидацию то есть на это был общественный запрос да вот возвращаясь все таки к вопросу миграционного кризиса и к вопросу беженцев вот смотрите если мы посмотрим на самый разгар миграционного кризиса то была такая ситуация когда внезапно резко увеличился это было где-то в 15 году 2015 году просто по всем маршрутам миграционным резко увеличился поток буквально в несколько раз и может создаться такое впечатление что люди где-то были аккумулированы может быть в каких-то лагерях или там в каких-то но в каких-то местах и потом вдруг пошли просто лавинами вот как так могло получиться что буквально просто вот люди пошли сотнями тысяч в европу при том что но это пересечение границ да неважно откуда они идут потому что если мы следуем скажем так официальной позиции которые вот у нас в ряде там европейских сми озвучивалась получается что это якобы из всей сирии вдруг пошли через турцию пришли в европу но когда мы смотрим на состав уже процентных тех мигрантов которые в европе это оказались совсем не все из них сирийцы то есть там очень такой много мультиэтнический состав получился вот получается как бы вот но сами по себе такие массы людей просто не могли бы пройти наверное через несколько государственных границ если такая вероятность что им кто-то помог буквально против этот маршрут и если да то насколько вы считаете вот турция была заинтересована в том чтобы через свою территорию вот этот массив беженцев провести пропустить ну вы знаете мы начинаем говорить о это предположение конечно трагедии гипотеза же предположение нельзя рассматривать феномен миграции на современном этапе без анализа серии ситуации в серии то есть это одно из последствий того что происходило серии последствий арабской весны наверное потому что вот я как раз про это хотел сказать как раз вот одиннадцатый двенадцатый год уже шли потоки то есть когда иногда забывают и говорят что с пятнадцатого года пошел кризис сирийской войны это не совсем так потому что потоки беженцев они уже в двенадцатом году в европе были по полной программе и уже это было проблемой в тринадцатом году огромный проблем был но в пятнадцатом году там бы пошли уже просто такие цифры что затмили все смотрите я предлагаю рассмотреть этот вопрос именно в контексте развития этапа внешней политики турции ведь взаимоотношения с сирией не были простыми у турции были сих пор не стали но они трансформировались они стали сложнее нельзя говорить о том что они лучше или хуже они стали сложнее были определенные сложности которые казалось бы в период ранних двухтысячных именно между двухтысяч вторым и одиннадцатым годом частично были на пути решения то есть были открытые вопросы по поводу территориальных споров именно в районе города хатаев турции были вопросы связаны с турецким меньшинством на востоке турции были вопросы связаны с инфраструктурными проектами на реках ефрат и тигр и эти вопросы осложняли осложняли взаимоотношения турции и сирии какое-то определенное время лидер курдского движения абдулла аджелан проживал в сирии это этот факт осложнял взаимоотношения между сирией и турцией с приходом к власти партии справедливости и развития и впоследствии с переходом на пост министра иностранных дел ахмета да вот аулу с его видением стратегической глубины и роли турции в регионе мы говорим уже о развитии новой концепции во внешней политике турции ноль проблем с соседями и с какого года например книга была написана чуть ранее но начали применить применять как раз тех лет когда партия справедливости и развития получила возможность формировать свою внешнюю политику то есть от начала двухтысячных годов впоследствии она развивалась и за этот период буквально в течение семи восьми лет многие из вопросов были близки к своему разрешению взаимоотношения с сирией во многом улучшились в дополнение к тем вопросам которые были уже озвучены само собой наступила конец биполярного мира когда турция принадлежала к западному блоку а сири как-то ассоциировалась именно с восточным блоком не осталось и такого противостояния и здесь мы говорим уже о неком сближении здесь мы говорим о том что между двухтысяч вторым и буквально двух тысяч восьмым годами буквально течение пяти шести лет товарооборот между сирией и турцией вырос практически ну в три раза было много культурных обменов именно социально-гуманитарного направления в контексте политики ноль проблем с соседями решались как раз вопросы в инфраструктуры инфраструктуры на реках ефрат и тигр то есть пошли к пониманию того что основной целью может быть даже политики ноль проблем с соседями это было создание какой-то некой стабильности вокруг турции и решение таких давних и коренных проблем с армении с греции именно связано с островом кипр с курдами на все эти вопросы были на пути своего разрешения плавного но но до настоящий момент не сказали до настоящего момента там был еще один этап когда ноль проблем да мы говорим о сложности выполнение тех планов которые на тот момент обозначил для себя правительство турции это как раз второй период сможет быть сначала 2011 года это как раз в арабская весна и волнение в странах ближнего востока начал гражданской войны в сирии до 2016 года это как раз момент не говоря о том что кризис как-то исчерпал себя нет это тот период когда основной идеолог внешней политики турции сошел с поста был отстранен или бы это было какое-то коллективное решение не берусь это комментировать и в дальнейшую политику выстроилась уже в таком прагматическом русле и второй период с 2011 2016 год это как раз когда турция пересмотрел свои отношения к сирии и настроилась на смену режима был такой начальный этап когда была попытка сейчас настроилась на смену режима на смену режима именно в сирии была попытка переубедить сирийское руководство прислушаться к мнению гражданского общества но впоследствии эта политика была она трансформировалась в более жесткую риторику и по отношению по отношению к действующему действующему правительству и здесь мы уже говорим о том что турция оказалась в такой непростой ситуации когда продолжение той политики ноль проблем с соседями оказалось уже невозможной после отхода от своей должности в министерстве на странах дела потом впоследствии и премьерство ахмед да вот улу началась прагматичная политика которая отказалась от риторики именно смены режима но уже выстраивались может быть какие-то другие приоритеты и здесь мы видим уже вовлечение других глобальных актеров которые мнение которых нужно было учитывать при разрешении конфликта то есть это уже не односторонняя какая-то политика турция нужно было ее комбинировать с интересами других стран в регионе у турцию в какой-то момент перестал устраивать тот но тот курс и то правительство которое было в сирии то есть вот с чем это связано в какой именно момент в какой именно момент отказались от политики ноль проблем с соседями или в какой момент риторика поменялся тарика когда поменял ее поменялась от смены режима к более к парматичному наоборот именно на риторика стала направленной на смену режима то есть что такого спровоцировала именно смотрите здесь наверное нужно обратить внимание на то какую позицию занимала турция то есть турция как член нато была в западной коалиции, которая имела ярко выраженную точку зрения по поводу происходящего в Сирии. То есть это была поддержка именно масс, поддержка протестных движений. И Турция принимала сложные решения как раз в тот период, когда отношения между правительствами были на высоком уровне, нужно было принимать решение, либо отстаивать, как-то оказать, произошел какой-то определенный раскол внутри общества, и на какую сторону его поддержала Турция. Изначально была предпринята попытка помирить стороны, но так как она не увенчалась успехом, Турция вынуждена была принять то или иное решение. В этом случае это как раз, знаете, даже там был такой момент, когда обсуждалась возможность именно экспорта модели, турецкой модели развития для Ближнего Востока, в частности для Сирии, когда предлагалась именно некая вот такая вот турецкая модель, мягкая сила, которой Турция могла бы воспользоваться. Но эта модель не подошла руководству Сирии, наверное, на тот момент. Ну, наверное, любое руководство не очень любит, когда к нему импортируют, экспортируют модель управления, которую оно не поддерживает. Потом начались взаимные обвинения в том, что Турция пытается именно навязать свое лидерство региону. А это так? Турция пытается все-таки отстаивать свое лидерство в регионе? Это же нельзя отрицать. Это зависит от того, опять-таки, какой теоретической школе мы себя относим, если говорить о реализме. Ну, почему? Ну, в глобальной политике сейчас все-таки Турция претендует на лидерство. На это можно смотреть, как на отстаивание своих национальных интересов. Да. А есть свои интересы национальные у Турции по отношению к Сирии? Какие-то территориальные интересы, либо какие-то другие? Вот это курдская проблема. Само собой есть желание находиться в безопасности и иметь как раз та изначально обозначенная цель. Она была очень аккуратно сформулирована. Смотрите, если мы возвращаемся все-таки к миграционному кризису в Европе и к той роли, которую соглашала Турция. Вот у нас было такое заявление Ангела Меркель, на которое потом очень многие как раз ссылались. Буквально вот это было использовано и в предвыборной риторике АФД, в частности, альтернативы для Германии, в котором говорили, что Ангела Меркель пригласила большое количество мигрантов в Германию, в Евросоюз. И вот именно с ним связываются очень многие проблемы, которые потом возникали у этих стран. Мы посмотрим сейчас этот короткий ролик. Мы сделали так много, мы сделали это. Крючком, после которого вот как раз и как большие просто сотни тысяч людей, большие массы пошли в Европу. Знаете, мы здесь говорим не о сотнях тысяч. Ну, в итоге мы говорим о миллионах вообще. Если ссылаться на официальную статистику, то мы говорим с начала конфликта о миллионах, о пяти миллионах. Ни много, ни мало, пяти миллионах, три из которых приблизительно оказались на территории Турции. Этот вопрос имеет как минимум несколько составляющих. Одна из них как раз финансовая составляющая, другая социальная. Это периодическое возникновение конфликтов даже на территории Турции, не говоря о странах Запада. То есть они в лагерях на территории Турции. Как они были, как они существуют вообще, эти беженцы на территории Турции? Ну, говоря о финансовой составляющей, конечно, само собой, это было большим бременем для Турции, для турецкого бюджета. И весной 2016 года премьер Давута Улу договорился с Евросоюзом о том, что Турция возьмет сирийских беженцев из Греции и передаст прибывших в Турцию из Сирии по официальным каналам в европейские страны. Взамен Турция получит 6 миллиардов евро, 3 из которых поступят сразу, а 3 впоследствии будут поделены на несколько траншев. Сразу вопрос, можно? Вот очень много обсуждалось в СМИ, такая позиция, что Турция была обманута Евросоюзом фактически, потому что все эти деньги сразу не поступили, поступило только 3 миллиарда. И, ну, говорилось фактически о нарушении договоренностей. Как вы считаете, вот такая позиция, она могла бы повлиять как раз на то, что раз вы свои нарушаете договоренности, то и мы тогда этих беженцев не будем держать у себя, отпустим их вам в Европу. Возможно было такое? Вы знаете, там вопрос был не только о финансах, там ведь была еще и вторая составляющая. Евросоюз обещал разрешить вопрос с безвизовым въездом для самих турок, для граждан Турции. И этот момент был очень тепло воспринят обществом. Это один из давних пунктов в переговорах между Турцией и Евросоюзом. То есть если мы не говорим о полном членстве, мы говорим хотя бы о возможности безвизового въезда. Разрешили безвизовый въезд? И по договоренностям этот безвизовый въезд должен был документально оформиться и начаться именно к концу июня 2016 года, это к концу лета, потом впоследствии его переносили на осень, и впоследствии оказалось то, что этот договор не состоится. То есть не случился безвиз? Нет, не случился. На момент подписания этого договора это воспринимали как огромный успех Давутулу и его политики в переговорах с Евросоюзом. Но вызвало определенное, может быть, негодование в политических кругах в самой Турции по поводу того, будет ли ассоциироваться этот успех именно с личностью премьеры. Может быть, впоследствии это и послужило какому-то трению внутри самого правительства. Тем не менее, соглашения были подписаны, но они не состоялись. Или частично, как с финансовым, потому что вторая часть, оставшиеся 3 миллиарда, это буквально в последние дни, в последние недели было объявлено, что все-таки они поступят в Турцию от Евросоюза. К сожалению, на тот момент оперативно разрешить вопрос не получилось, и в этом нельзя винить одной из сторон. Может быть, Европейский Союз не был готов к этому, и правительство Турции некоторыми кругами Европейского Союза обвинялись именно в шантаже. О том, что Турция пытается продвинуть какие-то определенные свои интересы, но... И шантажирует просто потоком беженцев, тем, что она откроет. Это то, как формулировали этот вопрос. Ну да, тут две позиции, одна европейская, одна турецкая. Турция же, в свою очередь, обвиняла Европейский Союз в его... Нарушение договоренностей. Нарушение договоренностей. И именно, может быть, в каких-то двойных стандартах, когда Европейский Союз говорит о правах человека, Европейский Союз говорит о гуманности, а в итоге все время на себя берет только одна Турция, и, получается, человеческий долг всей планеты осуществляет единолично. То есть такая была популистская риторика внутри самой Турции. Определенная риторика доминировала в Европейском Союзе. Но когда говорим о этом вопросе, важно это рассматривать, может быть, в контексте того, что мы понимаем под миграцией. И какие разные, опять-таки, категории существуют именно под этой тематикой. Мы когда говорим о миграции, люди, которые мигрируют в определенном направлении... Да, тут же очень сложно. Беженцы, мигранты, законные, легальные. Интегрируют ли они, ждут ли они какой-то ассимиляции, либо это будет марганализация. То есть вот это три концепции, которые представляют три разных сценария для того, что будет происходить с беженцами. Если мы говорим о маргинализации, это значит, что люди приходят со своими убеждениями, культурой, верой, не воспринимаются обществом и остаются... формируют какое-то определенное свое гетто и живут изолировано от общества. Если мы говорим о ассимиляции, это может быть то, что хотели бы видеть в стране, которая принимает беженцев. Полное принятие всех норм и культуры. Тут мы, наверное, больше говорим об интеграции. Этого тоже сложно ожидать. Идеальным было бы варианты интеграции, но здесь, если мы видим какое-то, может быть, желание... Ведь не от хорошей жизни беженцы идут в Европу. Это все-таки они бегут в поисках лучшей доли, каких-то перспектив. Если предположить то, что они готовы к каким-то изменениям, то к этому должны быть готовы и сами европейцы. То есть принимающая сторона, говорим о европейцах, либо говорим даже о той Турции. То есть принимающая сторона становится немного другой. Она меняется внутри себя тоже. То есть никто не остается прежним. Меняется как и принимающая сторона, меняется и мигрирующая сторона. Тогда мы говорим об успешной модели интеграции, когда формируется новая идентичность. То есть это же не А и не Б, это какое-то С. Это то, что подчеркивает разницу между интеграцией, ассимиляцией и организацией. То, как это сложится в контексте сирийского кризиса и с потоками беженцев из Сирии в Европу, в Турцию и в Европу, это покажет время. Я думаю, что мы с вами еще в одной из следующих программ обязательно подробно это разберем. И то, как ваш собственный опыт, я знаю, что вы были в Турции в последние как раз два года. Это будет очень интересно послушать. Большое спасибо за интересный рассказ и за удочки в следующие программы, которые вы закинули, потому что это будет очень интересно разобрать. Я напомню, что с нами сегодня был Булат Гумарбаевич Ахмед Каримов, доцент кафедры международных отношений, института международных отношений, истории и востоковизния нашего университета. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»